Утро на Балткоме Утро на Балткоме Сегодня с нами в студии это Наталья Вернер Здравствуйте Это финалистка конкурса видеофестиваля Life International, который проходил в Риге Также с нами Яков Смирнов из Украины Камал из Италии И Александр Порчелло, который является организатором и продюсером этого мероприятия А также итальянского лейбла P.A. Smith for Music Я, насколько понимаю, это уже мероприятие не первый год происходит у нас в Риге И вот насколько эти традиции, насколько уже сотрудничество и с лейблом, и с артистами Оно идет по накатанной колее Да, на Summer Stage мы будем второй год И как бы мы увеличиваем количество артистов Потому что намного больше итальянских артистов профессиональных в этом году приехало Если в прошлом году были участники фестиваля То есть завтра и сегодня у нас в студии профессиональные артисты Лейбла и также фестивали, видеофестивали Live International Ну вот, может быть, давайте начнем с итальянских артистов Насколько итальянская, когда-то, ну вот итальянская музыка Она была на всем постсоветском пространстве До сих пор она невероятно популярна Вот новое поколение итальянских артистов Оно ориентируется на стандарты, условно говоря, San Remo Или уже на какие-то новые веяния, там, хип-хоп, рок Это уже наш вопрос, наверное, к Александру Парчелло Вопрос из-за того, что раньше было очень популярным в итальянской музыке Какая музыка сейчас популярна? В Италии В Италии Да, у нас есть новая ценность музыки Это трап-музыка Это не фантастик Но новая генерация слушает больше рэп и трап Да, наша идентина из итальянской музыки Возвращаясь это мелодичная музыка И опера Но сейчас новая генерация любит трап Александра говорит, что да, сейчас рэп дошел и до Италии И новое поколение слушает именно рэп-исполнителей Но, конечно, традиция уходит в оперу и такую мелодичную музыку Насколько будет много рэпа и оперы в сегодняшнем выступлении? Оперу у нас будет представлять Наталья Оперу? Очень молодо выглядит девушка Вы ее просто не видите А я вам скажу, что мне кажется, что ей лет 15 не больше Мне 16 Ну вот, недалеко ушла И уже опера А что именно из оперы вы будете исполнять? Какие оперные арии? На самом деле я не пою чисто оперу Я больше пою в стиле кроссовер То есть завтра я буду исполнять песню Витаса, опера номер 2 И я думаю, что с моим голосом, который достаточно оперный Это будет звучать необычно Каково вообще в 16 лет петь оперу? И петь Витаса самому Ну, скажу сразу Люди это воспринимают очень нестандартно Потому что вкусы у всех разные И опера молодежи Ну, большинству молодежи нравится, опять же, рэп Как сказала Александра Порчелло Поэтому опера не пользуется большой популярностью Но я верю, что в будущем люди начнут оценивать эту музыку И люди моего поколения станут прислушиваться к опере А не было планов, может быть, действительно, что-то из классической оперы Сделав такой вот кроссовер с интересными инструментами современными? Недавно я начала увлекаться жанром симфонический металл Поэтому новый репертуар в процессе Звучит, звучит прям так очень многообещающе Яков, вот мы вас еще не слышали Расскажите, с чем вы приехали в Ригу? У меня очень скоро выходит мировой релиз Это уже будет третий релиз I'll be yours И выйдет видеоклип благодаря ребятам PS74, он выходит на канале Web Вот, знаете, давно бы мечта была Или это, не знаю, там, может, пятилетнюю давность И когда ты открываешь, видишь там Мадонна Web, Бибер Web Думаю, будет ли когда-нибудь Джейкоб Смирнов Web Да, есть Единственное, что там очень мало просмотров пока Но зато это было То есть Яков переквалифицировался в Джейкоба? Джейкоб, да У меня Джейкоб как бы в Америке, в Европе все называют То есть это Джейкоб, Джейкоб Вообще, ну, украинская музыка уже, наверное, последние лет пять Такой прям новый уровень И все свежие, новые То есть если раньше говорили фу, попса То теперь как бы украинские поп-исполнители Они очень даже их слушают Они такие прям очень модные С новыми звучаниями Как вы думаете, почему? У вас там какая-то особая атмосфера? В чем секрет? Просто есть как бы Вот очень есть влияние Европы на Украину хорошее То есть я это ощущаю Даже Киев, вот меня спрашивают, как Киев Вот он очень меняется Потому что года три назад Я коренной кивлянин Ну, мне было очень трудно Там, возвращаясь откуда-то с Рима Ну, я чувствовал депрессию первую неделю просто Потому что, ну, не то Сейчас этой депрессии нет Потому что очень красиво То есть город стал красивый И музыканты это чувствуют То есть я был в Риге Вот уже выступал Вот на конкурсе видеофестиваль И я вот был, ну, я любитель ночной жизни Прошелся по вашим местам Как я сказал, средняя злачность Вот И меня удивило То есть Мару Вот это наше, ну, открытие, наверное Два-три раза в каждом клубе Каска То Джеки Аннельзе очень известный То есть, конечно, хотелось бы когда-то войти В это число артистов Поэтому дело все возможное Слушайте, у нас есть в конце концов Что называется рояль в кустах Это гитара в студии Мне кажется, что самое время попросить Может быть, Александра Порчелла И музыканта что-нибудь, может быть, исполнить And now here we have a guitar And Kamal, can you please play music? Why not? What do you want to play? Это будет рэп или все-таки мелодичная итальянская музыка? Это будет все-таки мелодичная итальянская музыка А насчет рэпа Это у нас будет специальный артист из Италии Который будет представлять как раз-таки новое движение на концерте Итальянский рэп Итальянский рэп, да А сейчас Ты хочешь итальянский рэп? Нет, это что-то классное итальянское Сама моя песня? Да Свою песню вспомнил там Дистанция Сверенэссонг Дистанция 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 километрика Тран ме ле тонны Ипотетики Соно иммэссэ И если нет, если нет, то, как утром, ротоларь, в отцовом силе и в кости, в полном порядке, и если нет, то, как утром, и если он человек делает, и в руках, а в любом возле, и если утром, то, как утром, так, то, как утром, и в течение, как утром. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо! 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 Сейчас, ну может быть это ко всем нашим гостям вопрос, насколько сейчас важную роль выполняют лейблы музыкальные, когда кажется, что можно выставить в YouTube ролик и стать известным, но не падает ли значение такого профессионального отношения к музыке, студии, музыкальных боссов? Я думаю, что на этот вопрос лучше всего, наверное, ответит директор лейбла «Песня for Music» Александр Пашчелла. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok respect to the past. В прошлом году более солнечной, теплой погодой его встретила. Встретил наш город и наша страна. Как на этот раз. Не мерзли тебе? Как вы любите летвийский холод? Потому что в прошлый год ты был здесь, и там было гораздо больше солнечного. Да, это как в Ордене. В Италии сейчас 37 градусов. 37 градусов. Да, конечно. В Италии сегодня. А не влияет это все-таки открытая сцена? И вот насколько холодно, тепло, насколько на связке, на голос влияет? Или не влияет? Что исполнители говорят в общем? Что исполнители не говорят? Знаете, исполнители, если хорошо выспятся, они очень хорошие, добрые люди. Любая погода. Любая погода. А вот если не выспятся, то как бы что жара, что холод. Я думаю, что особенно академические артисты наверно с этим согласятся. Потому что голод, на самом деле, я работаю в вокал уже давно лет. 15. И связки просыпаются через 3-4 часа после того, как как бы... Проснулся человек. Да, да, да. Поэтому, соответственно, вот хорошо выспаться, наверное, самая важная погода, в принципе, не так важна. Я знаю, что кто-то, какие-то артисты разогревают связки в виски, например, или коньяком. То есть провокационные пошли вопросы. Что надо 50-100 грамм, для того, чтобы разогнать. На самом деле, вот я могу чуть-чуть оспорить. Как по мне, это миф. Потому что, на самом деле, если вот профессионально говорить, то есть алкоголь, он подсаживает связки и намного тяжелее. То оно как бы прогревает, то есть оно может защитить от простуды и все такое. Но петь в верхи уходит намного тяжелее, потому что, ну, осаживаются связки. То есть если кто-то, артисты нас сейчас слушают и верят в это, я очень не советую это делать. А оперные артисты тут в связке чем они? Сырые яйца, например, может быть? Да нет, стандартный метод распевки. Ну и, конечно, разогревают дыхание, потому что пение на опоре – это очень важно. Если петь на горле, особенно академический репертуар, то голос уйдет в никуда. Виктория, вот к вам вопрос. Вы сказали, что будут из Италии рэп-исполнители. Есть у нас классическая музыка и совсем классическая музыка, оперная. В общем, на весь вкус из Германии. Из Германии, по-моему, еще будут, да? Да, да, да. Вот, может быть, расскажете еще, сколько будет продолжаться концерты, какую музыку ждать? Концерт будет приблизительно три часа. Совершенно эксклюзивным артистом на это мероприятие будет Йорк, он же Йорк Клейн, это рок-музыкант из Германии, которым получил звание лучший гитарист Германии прошлого года. И он прилетает сегодня, к сожалению, к двум часам примерно, так что немножко не успел. Вот, у него уже множество альбомов, он также продюсер, пишет песни, то есть абсолютно профессиональный музыкант, он впервые будет в Риге. Также сегодня прилетят Левен Триан, Диджи Дани, это такая, как бы, поп-музыка вместе с танцевальной, популярной музыкой. Очень веселые ребята, потрясающая музыка, очень танцевальная, живая. И, как я сказала уже, это будет Хидден Вульф, это будет рэп. Но мы сейчас провели тур в Болгарии, и мы так очень опасались немножко за Хидден Вульфа, потому что, когда он выходит, сначала публика как-то встает, уходит, но потом он получает больше всех аплодисментов, все дети начинают танцевать, и просто реакция публики совершенно невероятная на него. А почему? В чем секрет? Ну как, популярная музыка. То есть, как-то это кажется, это немножко, ну, после оперы, например, это абсолютно другое, но публика очень хорошо реагирует. А как вы рискнули... Что это немножко более агрессивно. Как вы рискнули соединить все вот это вот на одной сцене, да, в одном концерте? Ну, мы разбили по блокам программу и сделали так, чтобы как-то оно плавно вливалось, по нарастающей, шло по нарастающей. И также уникальный будет дуэт, это будет Йорк, опять же, с девочкой из Даугавпилса. Девочка участвовала в видеофестивале International, и потом у нас было онлайн-жюри, вот это была Даня Ивори, это клавишница Бионс, которая в Америке смотрела всю нашу онлайн-запись, и вот она выделила Наталью. Ей очень понравилось, как поет Наталья. И Йорк смотрел, он выделил Луизу и очень захотелось с ней сделать дуэт. И вот теперь получилось так, что она приезжает из Даугавпилса, он прилетает из Германии, и впервые будет дуэт. А, я думаю, что это... Они ни разу не виделись, ни разу не общались, он просто увидел ее вот на отборочном туре по онлайн. Но никакие-то репетиции дуэта были? Нет, не было. Я думаю, что вот они завтра как раз на саундчеке что-то... Ну, когда люди профессиональные, они не нуждаются в большом количестве как-то репетиции. А для латвийских музыкантов есть ли шанс, например, ну вот попасть на глаза Александру Порчелло, показать ему свои записи, выступления для того, чтобы, может быть, стать тоже частью лейбла? Конечно. И мы в прошлый раз, когда он был в Риге, в феврале мы устраивали пресс-конференцию и говорили, что каждый, кто хочет прийти, могут прийти, получить визитку, отправить свои записи. И в любой момент мы очень открыты к общению. Как бы вы можете написать, и он послушает, посмотрит, и скажет, что дальше с этим делать. То есть, говорим нашим латвийским музыкантам, все в ваших руках, приходите. Шансы есть. Так что приходите, познакомимся, пообщаемся, и получите всю необходимую информацию. У меня к Якову еще вопрос. Вы сказали, что вы любитель ночной жизни в том числе. Да. Присмотрели ли вы какую-то площадку здесь? Возможно, какие-то диджей-сеты? Для порочных времяпровождений. Сейчас же очень популярно, когда артисты, помимо своей основной деятельности, они делают какие-то плейлисты с какими-то диджей-сетами выступают и прочее. Вы знаете, вот не хочу много забегать наперед, но вот Виктория немножко наслышана. У меня есть очень хорошая подруга, Наталья Джоевна. Она работает на лейбле Армена Ван Бюрена. Мы с ней дружны очень. У меня очень мягенький темп, у нее такой же. И когда это сливается в одно, это просто что-то неимоверное, мы думаем об этом. Вот она работает как диджей параллельно. Но я пианист по образованию. То есть все-таки идеальный мой концерт, до которого, надеюсь, куда я не подойду, это фортепиано и вокал. Больше ничего. Но я тоже готов открыт к сотрудничеству, к любому. Ну что же, у нас, к сожалению, вот время подходит к концу, но всех приглашаем завтра в 18 часов в большой трехчасовой концерт. Это у нас концерт бесплатный. Да-да-да, абсолютно бесплатный. На площади Орига никаких билетов, ничего. Так что будем очень рады вас видеть. Можно, я понимаю, ведь, наверное, приходить, ну, не ровно в шесть. Кто-то придет, может быть, чуть-чуть попозже. Кто-то не сможет дождаться до конца, уйдет. То есть будет какая-то, ну, ротация. И учитывая, что разные будут представлены жанры, разные артисты, я думаю, что, ну, каждый найдет для себя что-то интересное. Конечно, конечно. Да, нам пора заканчивать на сегодня. Это утро с вами провела Анастасия Смоловская, Олег Пека, звукорежиссер Евгений Копейн. Очень насыщенно у нас сегодня день. Не переключайтесь. Буквально час перерыва с новостями, конечно же, с хорошей музыкой. А после 11 часов практически без перерыва эфира, эфира, эфира ждут вас. Я думаю, что каждый найдет что-то для себя. Спасибо за участие в сегодняшнем эфире. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое.